Сегодняшнее видео выходит при поддержке тонкой душевной организации каждого творческого человека, что нам необходимо для того, чтобы мы могли создавать шедевры, поражающие сознание. Мы особенно чувствительны к этому миру, поэтому нам довольно часто приходится тратить время на часы самопознания. И нет, это не тунеядство и прокрастинация, а вклад в будущее ментальное здоровье. Мы постоянно находимся в поиске себя и наиболее удачных решений, как организовать творческий труд. Поэтому я решила подкинуть вам несколько советов и пищи для размышлений, чтобы упростить некоторые процессы самопознания и путь достижения ваших креативных целей. Привет, меня зовут Катя, и вы смотрите блог Мир Трудкрафт. И первый совет – не ведитесь на стереотипы. Частенько потенциал творческого человека ограничивает не столько общественное мнение, сколько наши личные предубеждения, как все должно быть. Хороший художник должен быть голодным. Каждый поэт обязательно должен быть несчастным. А каждый творческий человек непременно должен выглядеть как-то неординарно и бла-бла-бла. Никто никому ничего не должен, а творец так тем более, потому что это сковывает его крылья. Можно отлично зарабатывать на творчестве, и деньги не всегда мешают креативу. Наоборот, они способны и не дурно так замотивировать заниматься любимым делом и открыть кучу новых творческих возможностей. Поэтому и в этом деле не лишним будет баланс. За самопожертвенное голодание во имя искусства, как минимум, вы сами себе спасибо не скажете. Да и толку от шедевров, из негативных эмоций, если вы несчастны. Одно дело, если вас это исцеляет, и совершенно другое, если вас это только убивает. А про внешность так вообще из разряда вредных советов. Творцы все-таки неординарные, потому что они позволяют себе через внешнее транслировать внутреннее. Я так, например, ужасно кайфанула, когда была с дредами, и когда люди со мной знакомились, они сразу примерно понимали, что от меня можно ожидать. Но если ваше внутреннее не требует внимания, и вам больше по душе обычные вещи, монохромное сочетание цветов и спокойное поведение, то и не надо выдавливать из себя экспрессию. Если вы считаете себя креативным человеком, то и вам не надо распыляться, и каждый уголок своей жизни превращать в произведение искусства, чтобы кому-то что-то там доказать. А то начнете слишком сильно заморачиваться из-за мелочей, а на творчество, и то, что для вас действительно важно, креативного ресурса уже не останется. Просто будьте собой, а ваши увлечения пусть станут для других приятным сюрпризом. Да и вообще во всем этом пункте самое главное – будьте собой и занимайтесь любимым делом, без оглядки на стереотипное мышление. Ведь в этом и есть основной прикол творчества – переосмыслять мир и разрушать стандарты. Далее развивайтесь комплексно. Реальность такова, что, к сожалению, невозможно заниматься одним лишь искусством и ждать, что все остальное там само собой как-нибудь разберется, вот эта популярность придет, деньги заработаются, бизнес наладится. Не придет. Не наладится. Если вы выбрали путь творческой профессии, то и подходить к делу необходимо профессионально, и причем во всех сферах, и готовиться к одиночному плаванию. Вообще, я не хочу вас призывать к исключительной самостоятельности, потому что я знала вас, творцов, которые «пф, да что тут делать-то? Я и сама могу себе пошить свадебное платье. Вон, я шила шопер по Катюхиному мастер-классу, это же не сложнее, верно?» Иногда действительно необходимо не жмотиться и делегировать задачи тем людям, которых в этом больше профи, чем вы, чтобы освободить время и голову по те задачи, в которых экспертны вы. А потом даже собрать команду, где каждый занимается своим делом. Например, я сейчас занимаюсь написанием книги по визуальному дневнику совместно с издательством, и, конечно же, я могла отказаться от сотрудничества и сделать все сама. Написать, отредактировать, оформить, напечатать, разрекламировать и по итогу действительно заработать больше, но ценой собственных нервных клеток и кучей упущенных проектов, к которым я не смогу приступить из-за скандалов с типографией. И наверняка еще кучу раз накосячить. Но, если вы находитесь на начальном этапе развития своего маленького творческого бизнеса, и у вас еще нет средств на делегирование или знакомых, с которыми можно посотрудничать на бартерной основе, то придется изучить еще несколько смежных наук. Психология потребителей, СММ-продвижение в социальных сетях, копирайтинг, видеомонтаж, фотодело и т.д. и т.п. Порой даже самая крутая идея может остаться без внимания из-за убогого монтажа и неэффективного, бесполезного продвижения. И наоборот, куча убогих идей залетают в топ из-за грамотной работы с аудиторией. Я даже пример не буду приводить, потому что у вас и так наверняка в голове парочку сплыло. Поэтому изучайте не только новые виды петель, но и, например, последние тенденции в продвижении и составлении визуала. И, как минимум, вам это может пригодиться в двух случаях. Во-первых, если вы все-таки решитесь нанять подрядчика для выполнения некоторых задач, то чтобы вы хотя бы могли ему адекватно объяснить, что вы вообще от него хотите. И чтобы он вас не надумал, наговорив кучу неизвестных умных слов. А во-вторых, вдруг вообще окажется, что вязание это не ваше. На самом деле вам больше по душе предметная съемка. Я, например, поняла, что мне даже больше нравится не столько рисовать, сколько болтать на камеру и снимать видосики. Не зацикливайтесь лишь на творчестве и развивайте свои навыки в комплексе. Следующий совет. Быстро проверяйте гипотезы. Помимо того, что я вообще, в принципе, не рекомендовала бы, как только что же сказала, зацикливаться на чем-то одном, и причем в каждой сфере вашей жизни, и продолжать биться головой о стену, когда уже всем понятно, что номер дохлый, а одному тебе непонятно, так еще и рекомендовала бы учиться быстро реагировать на этот изменчивый мир и пробовать новое. Предположим, вы ведете какую-нибудь социальную сеть с картинками ваших работ, и вдруг появляется какой-нибудь условный, новомодный, ну, скажем, тик-пук, то не надо с пены у рта доказывать, что всю эту хрень и нормальная тема продолжает заниматься первой социальной сетью. Попробуйте, вдруг это окажется именно то, что вам и надо было, и вы будете у самых истоков. Тем более, что в любой момент всегда можно остановиться, а вы хотя бы не проморгайте вспышку. Например, я вообще не верила в эти шорты на ютубе, а в итоге именно благодаря им и набрала первые 100 тысяч подписчиков у себя на ютуб-канале. И, кстати, если вам интересно узнать подробнее о моем пути в блогинге, то здесь будет подсказка с видео. А также этот совет касается не только новомодных веяний и технологического прогресса, но и ваших идей. Например, если вы специализируетесь на визнании шапок, но вдруг очень-очень захотелось взять колечко, то позвольте этому порыву сбыться. Ведь из этого может родиться новое любимое хобби, самое популярное ваше видео или даже хит-продаж. В 80% случаев, не буду вам врать, из этого действительно может ничего не получиться, очередной незаконченный проект, который пылится на полке. Но это определенно не была пустая трата времени. Вы получили опыт, разнообразили свою деятельность и больше не будете мучиться вопросом «А что, если бы я тогда все-таки это сделал?» Потому что потом вы это не сделаете. Ведь вдохновения на этот проект возможно уже не будет. Да и эти 20% вероятности, что все получится и это принесет вам много счастья, того стоит. Вот даже это видео. Я сделала предположение. Мои длинные видео почти не залетают в рекомендации. Но что, если я просмотрю все каналы своих конкурентов, выберу их самые популярные ролики и сниму что-нибудь подобное. Вдруг у меня выстрелит. И вот у нескольких человек я вижу, что их самые просматриваемые видео это советы студентам, советы девушкам, что-то подобное. Поэтому я решила снять советы и по своей профессиональной тематике. Это займет у меня всего два дня, а если видео выстрелит, то я буду пожинать плоды от этого еще кучу лет. Ну, если сейчас под видео около двух тысяч просмотров, то, ну, я все равно должна была что-нибудь выпустить. А теперь постарайтесь как можно чаще избавляться от иллюзий и напоминайте себе, что вы не особенные, но лишь в самом позитивном ключе. Изначально все мы обладаем плюс-минус одним и тем же набором возможностей. Но давайте мы не будем брать какие-то исключительные примеры. Разная лишь обстановка, а это значит, что у вас нет ни единого шанса считать, что если у кого-то другого получилось, то вы не способны добиться того же. Вы не избранные и не единственные в своем роде, у кого абсолютно все способны идти лишь через одно место. В ваших силах взять себя в руки, изучить вопрос, предпринять действия и получить абсолютно все, что только вы захотите, без перекладывания ответственности за свое счастье на отсутствие таланта. Вы не особенные в вопросе открытости мировозможностей. то, чем вы можете владеть, ограничивается лишь вашей фантазией. Но абсолютно индивидуальный и уникальный ваш внутренний мир и путь. Но от этого зависит лишь скорость достижения желанного. А вот вероятность достичь это самое желанное всегда равна приблизительно ста процентам. Так что каждый раз, когда на губах вы снова ощутите привкус безысходности и неминуемого провала, то возьмите себя так за плечики и хорошенько труханите со словами «Возьми себя в руки тряпка!» Другим под сил значит и ты, мой ненаглядный пирожок, с этим справишься! Следующий совет забейте на чужое мнение по сути никогда не работает. Это знаете, как человеку с депрессией сказать «Ну, ты не грусти!» Поэтому я вам дам более конструктивную формулировку. Признайте, что все мы лицемеры. Да, жестковато, но зато честно и отврезляюще. Каждый раз, когда вы начинаете переживать, что кто-то может осудить ваши творения и поэтому вы вовсе ничего не делаете, то расслабьтесь и позвольте им такую роскошь. Потому что вы наверняка делаете точно так же. Просто вспомните, как порой вы встречаетесь со своими товарищами и тщательно так перемываете косточки этой дури из параллели. Как приходите в поликлинику и беситесь с каждого, кто уже второй час стоит перед вами в очереди. И как листаете чужие работы и думаете, боже, как она вообще решилась это выставить в интернет? А теперь осознайте, что эти комментарии вашего внутреннего поганенького голосочка никаким образом не влияют на жизни его жертв. Увидели, обосрали, удовлетворили свою потребность поховниться и пошли дальше. А если вы, боже, одуванчик, который никого не осуждает, то я даже не знаю, то ли мне сейчас стыдно, то ли вы сами себе сейчас врете. Ну а так как мы в интернете, то я, конечно, должна уточнить, что во всем должна быть мера. Если у вас перманентное желание всех осуждать, да еще и в лицо, или в комментариях, и причем анонимно, то вам надо работать над собой. Но мы сейчас говорим не об этом, а о том, насколько минимальную роль в нашей жизни играет осуждение других людей за нашими спинами. Ведь часто за этим даже не стоят благие намерения. Человек не хочет, чтобы вы становились лучше. Чего он хочет на самом деле? Да фиг его знает. Может, просто день был не очень, а вы просто под руку попались. Поэтому лучше разделять, когда действительно стоит прислушаться и поблагодарить человека за обратную связь. А когда лучше проигнорировать. А чтобы еще сильнее убедиться в некомпетентности этих комментаторов, то подумайте о том, что ваше творение это не показатель вашего мастерства, а того факта, что вы двигаетесь, что вы не стоите на месте и предпринимаете действия для осуществления своей мечты. А это уже достойно уважения. Если недоброжелатели не способны оценить ваши старания, то вы знаете, куда их слать. И далее, разрешите себе быть неидеальными. Мы все так сильно погрязли в перфекционизме, что стали совершенно игнорировать то, что иногда что-то можно делать не идеально, а хорошо, нормально, выше среднего. А ведь этого частенько вполне достаточно для того, чтобы получить одобрение. Потому что кто-то не умеет даже так или тупо не обратит внимание на ляпы. Да и на самом деле, ведь не каждый наш проект нуждается в таком внимании. А вы все шлифуете до блеска каждую хрень, которую, в общем-то, даже и не планировали публиковать и вносить в портфолио. Например, я этот кусочек сейчас записала 6 раз. Зачем? И даже скетчбуки, которые созданы для скетчей, набросков и ошибок, пытаетесь превратить в отдельный творческий проект и забрасываете после первой же испорченной страницы. Позвольте иногда всему идти не по плану, ведь из этого может родиться что-то новое и интереснее первоначальной задумки. Используйте ошибки как учителей и еще один повод порефлексировать и посмеяться над недоразумением. Тем более, что нет вообще принятого понятия, что считается идеалом, скорее всего, и вы этого не знаете, поэтому есть риск серьезно так затормозить свой прогресс из-за того, что будете доводить все проекты до мнимого совершенства. А вообще-то и так уже отлично было еще 5 часов назад. Или вообще можете все испортить, добавляя и добавляя деталей. Тем более, что это отлично перекликается с пунктом про быструю проверку гипотез. Лучше сделать 10 хороших работ, чем одну идеальную. Да и то не факт. Так, например, в процессе подготовки сценария для этого видео я даже не стала выбирать самые-самые лучшие советы. Я просто за 15 минут накидала 15 идей и выбрала самые прикольные, которые мне кажутся наиболее интересными в данный момент жизни. И выбрала всего 7 советов, а не постаралась впихнуть невпихуемое, ведь я могу снять еще одну часть и договорить все несказанное. А можно было отложить съемку этого видео на месяц, пока я не изучу весь рынок советов для творческих, не пройду 5 курсов и не сниму 100-500 перебивок на фон. Но я вас умоляю, если вы досмотрели это видео до этого момента, значит, это действительно было необязательно. А если бы я поставила цель сделать все безупречно, то, скорее всего, даже не начала бы, потому что такие завышенные требования очень сильно демотивируют. Я ведь тоже не до конца поборола свой перфекционизм и облажаться, не оправдав свои же ожидания, как-то не хочется. И это, кстати, не значит, что я таким образом не уважаю своих зрителей. Наоборот, я подобным образом проявляю свою заботу, ведь лучше чаще выпускать регулярный вдохновляющий контент, чем раз в месяц, ну зато идеальный, просто потешая собственное эго. И, наконец, последний совет на сегодня. Занимайтесь лишь по-настоящему любимым делом. Живите им, рассказывайте всем о своей любви, показывайте результат своих трудов, делитесь переживаниями за судьбу своего детища. Зачем это? Знаете, есть такое мнение, что некоторым творческим людям тут повезет. Вот заказ пришел от старого знакомого, вот видео залетело в рекомендации на 5 миллионов, а вот сам пришел рекламодатель мечты, а ты сидишь и думаешь, вот стерва удачливая. Но скажите, а как вы сами реагируете на человека, который рассказывает вам о своей работе, мечте, увлечении с горящими глазами? У всех нас есть мечта, и все мы знаем, как хочется ее осуществить. Поэтому в большинстве случаев вам захочется этому человеку помочь. Ведь если у вас не получается достигнуть желаемого, то очень приятно помочь в этом другому человеку, подкрепляя тем самым надежду, что когда-нибудь также помогут и вам. Если старому знакомому вдруг понадобится иллюстратор, то он обратится именно по вашему контакту, разошлет всем знакомым ваше видео, помогая ему продвинуться в рекомендациях. Или же так, про между прочим расскажет знакомый о вас, а она оказывается уже давно работает в рекламном агентстве и постоянно находится в поиске новых лиц и инфлюенсеров для их бренда. И у меня уже кучу раз были такие неслучайные совпадения. Я и для Артека рисовала персонажей, просто потому, что там работает моя однокрупница и у них не было времени на поиски более крутого иллюстратора. И меню в кофейне оформляла, потому что парень моей одногруппницы помогал им с ребрендингом. И даже снимала платные видео поздравления, просто потому, что у людей больше не было в окружении знакомых, которые бы занимались монтажом. И я не скажу, что ко мне обращались, потому что я профессионал в этом. Нет, потому что люди хотели мне помочь. Так и вы можете у кого-то оказаться единственным знакомым, который обладает подобными навыками. И эти маленькие заказы помогали мне постепенно выходить на уровень профи и пополнять свое портфолио подобными волшебными случаями. Чем больше сигнала вы посылаете во вселенную, тем больше отклика получаете. Многие ставки могут не сыграть, но порой достаточно лишь одной победы, чтобы вынести джекпот. А еще может произойти такая ситуация. Предположим, вы решили начать изучать актерскую игру, и вам может показаться, что вам как будто под ноги вселенная подкидывает возможности этим делом заниматься. Вот и бесплатная театральная школа и знакомые, которые поможут вам проходить кинопробы. Но на самом деле реклама этой самой школы уже как месяц висит на вашей остановке. А этот знакомый уже лет пять как этим занимается. просто потому, что только тогда, когда вы действительно чем-то увлечены, вы начинаете видеть взаимосвязь с любимым делом абсолютно везде, замечать то, что раньше не имело значения, и повсюду находить возможности осуществить свою мечту. Ведь вселенная любит увлеченных людей с горящими глазами. А на этом пока все. Надеюсь, эти советы помогут на вашем творческом пути или хотя бы вдохновят вас задуматься над некоторыми вещами. А пока, друзья, не забывайте поставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось, чтобы оно продвинулось в рекомендациях и помогло еще большому количеству людей. Буду очень благодарна вашим комментариям под этим видео с мыслями, которые к вам пришли во время просмотра. Может, вы хотите дополнить какие-то советы. А также не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. И если хотите получать еще больше творческого, вдохновляющего, жизненного контента от меня, то можете подписаться на меня в Телеграме, на Бусти или же в той самой запрещенной сети. И я туда тоже вернулась. И всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, вдохновения и творите, как хотите. Пока-пока.